Изменения в окружных законах в области здравоохранения, культуры и поддержки приемных родителей. Эти вопросы депутаты окружного собрания рассмотрели на заседании последней сессии в этом году. Кроме того, парламентарии рассмотрели вопрос о досрочном освобождении Олега Белака от должности председателя счетной палаты НАО, поскольку он будет занимать пост заместителя главы региона и руководителя департамента, который будет курировать вопросы природопользования и сельского хозяйства. А на должность заместителя главы региона по вопросам региональной политики депутаты единогласно утвердили Виктора Ильина. С 1 января 2015 года он возглавит департамент региональной политики, новый орган государственной власти. В его состав войдет управление по печати СМИ, управление по работе с институтами гражданского общества и комитет по делам КМНС и национальной политики. Также окружные парламентарии приняли поправки в окружные законы о социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В частности, расширен список получателей единовременной выплаты в размере 500 тысяч рублей. Средства теперь смогут и получить и те, кто взял ребенка-сироту в округе, а установил за его пределами. Со следующего года будет продлена денежная выплата совершеннолетним детям-сиротам, которые являются студентами. Денежные пособия они будут получать до 1 июля того года, в котором завершают учебу. Кроме того, депутаты приняли поправки, которые предусматривают меры ответственности за возврат детей в госучреждения приемными родителями. Напомним, в округе за текущий год в детские учреждения возвратили 14 ребят. Такие семьи будут обязаны вернуть средства, которые они получили в качестве мер соцподдержки. Это субсидии на приобретение жилой площади, транспорта, мебели и на оплату текущего ремонта жилого помещения.